МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4 Гомели. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Промышленный потенциал, социальная сфера и культура. Глава администрации президента Игорь Сергеенко посетил Мозырский район. Им строить будущее. Сегодня в Беларуси отмечается День молодежи. Ставка на зеленый туризм. Биологические заказники не только для ученых. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Работа промышленных предприятий и социальных учреждений, а также сохранение культурного наследия. Глава администрации президента Игорь Сергеенко на этой неделе побывал в Мозырском районе. Первая точка маршрута – драмтеатр имени Мележа, который отпраздновал новоселье после масштабной реконструкции. Здание было построено в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века. Имеет статус историко-культурной ценности. Однако серьезно пострадало при пожаре 2013 года. Большая часть культурного памятника была уничтожена. Игорь Сергеенко и руководители региона Геннадий Соловей передали сертификаты для укрепления материально-технической базы учреждения. О перспективах развития и модернизации шла речь уже на предприятии Мозрисоль. Это один из лидеров в Восточной Европе по производству соли. В год выпускает 515 тысяч тонн продукции. Сейчас предприятие работает на полную мощность, обеспечивает сырьем все мясоперерабатывающие заводы Беларуси и крупное производство в России. В целом поставки идут в 17 стран мира. Игорь Сергеенко пообщался и с трудовым коллективом завода. Кстати, здесь работает почти тысяча человек. Большое внимание уделяется социальной поддержке сотрудников. И в завершение поездки еще один объект – Мозриский детский дом. Здесь шла речь о государственной поддержке детей, оставшихся без родительского внимания. Сегодня в нем живут 55 мальчиков и девочек со всей области в возрасте от 4 до 18 лет. Игорь Сергеенко и Геннадий Соловей ознакомились с условиями проживания и передали подарки и денежные сертификаты. Ребята для гостей подготовили творческую программу. В завершение поездки глава администрации президента отметил, что остался доволен увиденным. По его мнению, в Мозрисском регионе живут настоящие патриоты. Что мне понравилось больше всего – то, что с какой любовью, где бы вы ни были, люди говорят о своем городе, о своем крае, о том, что делается и руками самих коллективов, и непосредственно, что делается районно-исполнительной властью. Вот это, наверное, больше всего понравилось. Люди-оптимисты живут полноценной нормальной жизнью, уверяют в будущее нашей страны. А в пятницу, 26 июня, Гомель посетил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Суботин. Подробнее об этом, а также других важных событиях уходящей недели – далее в обзоре от службы информации. Ознакомиться с состоянием дела и перспективами развития реального сектора экономики. Заместитель премьер-министра Беларуси Александр Суботин посетил Гомель. В плане визита, в частности, мясокомбинаты «Фабрика Спартак». Во время встречи на предприятии мясной промышленности разговор шел о новых видах продукции. Недавно, согласно ГОСТу, здесь начался выпуск пяти новых продуктов. В них только натуральные ингредиенты без добавок. Кстати, продукцию гомельского мясокомбината можно приобрести через интернет-магазин. Этот шаг – не ответ на сложные условия труда в условиях пандемии, а давно запланированное перспективное направление. Около 10% мясных и колбасных изделий экспортируются. Внешняя торговля добавила в росте и на предприятии «Спартак». В этом году здесь появились новые рынки с бытом, например, «Емен». Прибыль на предприятии получают и за счет снижения себестоимости продукции. Также завод не имеет валютных кредитов. По итогам первого квартала все показатели выполнены. За первое полугодие некоторые из них, к сожалению, будут не столь позитивными. Ситуация связана с проблемами не только в белорусской, но и в мировой экономике из-за влияния эпидемиологической ситуации. В совхозе-комбинате «Заря» Мозырского района открыли ферму для выращивания родительского стада птицы-бройлера. Мощность первой очереди объекта, расположенного в деревне Заболотье – 5 миллионов инкубационных яиц в год. На территории 5 птичников. Председатель Гомельского областполкома Геннадий Славей подчеркнул важное значение новой фермы как для развития хозяйства, так и для экономики района и области. Ведь до этого собственное инкубационное яйцо производили только в особенной на птицефабрике «Рассвет». Это не удовлетворяло потребности региона. Еще одним безусловным плюсом от ввода нового объекта руководитель области считает создание 20 новых рабочих мест с достойными условиями и оплатой труда. Сегодня в Беларуси отмечается День молодежи. Во всех городах страны проходят концертно-развлекательные программы, работают интерактивные, спортивные и игровые площадки, организованные при поддержке БРСМ. На набережной Гомеля можно увидеть фотосушку, дефиле моделей и турнир по дрифт-трайкингу. А накануне в областном центре прошли районные мероприятия. Молодежь и семьи горожан могли выбрать активный и познавательный досуг по душе. Водоемы, дороги, стройплощадки, пиротехника и лекарства в доступе. Сюда же москитные сетки и чашка кипятка. За секунду все это может нанести вред здоровью и даже лишить жизни. Подтверждение тому статистика, которая говорит сама за себя. В среднем в год в Гомельской области фиксируется около 18 тысяч фактов травмирования. Чем опасны недетские игры и свободное время, которое дарят большие летние каникулы. Об этом и не только интервью с заведующим отделением Гомельской областной детской клинической больницы Александром Винником. Детский травматизм. 18 тысяч невыдуманных историй в год. В среднем в год область теряет практически небольшой класс. Александр Васильевич, вы согласны, что на большую часть этих историй можно было бы повлиять? Большая часть из этих историй от нашей невнимательности? Конечно. Цифры впечатляют. И, естественно, многое из того, что случается с нашими детьми, это по нашей беспечности. Особенно печальны цифры, когда погибает больше 20 человек в год, и когда начинаешь понимать и разбираться, начинаешь анализировать, мы видим, что все случаи, все случаи в большей или меньшей степени можно было предотвратить. Нужно было просто уделить ребенку внимание. Духовное, физическое, материальное. Но ребенок должен был чувствовать поддержку. Я понимаю, что вас как специалиста с большим опытом уже сложно удивить. Все-таки есть ли такие истории за последние несколько лет? Безусловно, истории очень много. И можно вспомнить недострой, когда дети гибли под разрушенными зданиями. Можно вспомнить и зимний период, когда от взрыва петарды ребенку оторвало кисть. И, в принципе, ребенок остался глубоким муалидом на будущее. Это все впечатляет. Это оставляет след не только в душе у родителей, это оставляет след у тех людей, которые с этим сталкиваются. Свежая история. Мама катала парня по-советски на роликах, прицепив его за свой автомобиль. Вы знаете, наверное, больше глупостей со стороны взрослого человека сложно придумать. Все делается разве, наверное, ради лайков в Инстаграме, ради хайпа, ради какого-то такого выпендрежа, который позволяет потом, наверное, глупо хвастаться переравесниками. Но умный поймет, что это просто бесполезно. И это трагически иногда. И еще из актуального – детский домашний травматизм. Почему из года в год, в том числе в этой студии, мы достаточно часто говорим и про москитные сетки, про открытые форточки в доступе, и про розетки в доступе, и про ту же чашку кипятка, которая может стоить жизни? Ведь не зря говорят, что дети не ищут опасности, дети играют. Это маленький любознательный организм, который во всем ищет какой-то интерес. Он пытается познать свой мир. И естественно, для него мир – это его окружающие, это его родные и тот быт, с которым он сталкивается. И в этот быт, к сожалению, попадают те предметы, которые доставляют наибольшую опасность. Это и кипяток, и те же москитные сетки. Нужно быть очень внимательным, очень бдительным, поскольку только этим, только своим вниманием мы можем предупредить трагедию. Тёплые деньки, пик травмирования. По понятным причинам, на что обязательно стоит обратить внимание, топ-5 нельзя от главного ортопеда-травматолога области. Да, действительно, наверное, с приходом тепла возникает больше работы у всех. У всех субъектов профилактики по детскому травматизму, в том числе и у нас. Наверное, с приходом тепла бы я на первое место поставил это водоемы. В различных своих ипостасях, будь это ныряние, будь это купание в бассейне, будь это купание в копанке или в маленьком пруду, или на речке, трагедия может поджидать везде. Конечно, большое значение имеют летние костры, как я называю, летний огонь. Это либо выпал сухой травы, либо разведение пикника, шашлыков, когда есть возможность получить ожоги. Безусловно, это крыши зданий, когда в виде того же хайпа, в виде некого клика в социальных сетях мы подвергаем себя риску. Это те же дорожно-транспортные происшествия, когда молодая наша поросль, когда наши тинейджеры, пытаясь каким-то образом выделиться среди сверстников, ездят и без мотошлемов, ездят на большой скорости. Ну и, наверное, это все-таки такой бытовой и спортивный травматизм, поскольку в любом случае в теплые весенние дни дети больше времени проводят на улице. Подводя черту, предвижу фразу от зрителя-скептика. За каждым шагом ребенка не уследишь. И ведь они тоже будут правы. Как быть? Безусловно, ребенка должно быть детство. Но не нужно следить. С ребенком нужно разговаривать. Как бы мы ни любили, как бы мы ни уважали своих детей, мы должны всегда и вовремя сказать слово «нет». Нужно поставить себя на его место. Нужно посмотреть, как бы мы посмотрели на эту проблему, как бы мы посмотрели на тот интересный момент, который хотелось бы ему совершить. И, возможно, мы смогли бы донести. Нужно всегда разговаривать. Нужно видеть в ребенке равного и разговаривать с ним на равных. Нужно пытаться донести до него ту опасность и то будущее, которое может грозить в случае трагедии. Что ж, действительно повод задуматься. Спасибо за это интервью. Успехов в делах. И до встречи в эфире. Сегодня Беларусь отмечает День молодежи. Праздник тех, кто олицетворяет будущее страны. Активные, целеустремленные, креативные. Им под силу любая задача. Тысячи девушек и парней уже добились больших успехов благодаря упорному труду и недюжинному таланту. Они знают, страна по-настоящему их ценит и готова поддержать во всем. Об инициативных земляках и не только в нашем следующем репортаже. Андрею Савостину 26 лет. Еще в школе молодой человек решил связать свой путь с медициной. Сейчас он работает неврологом и активно занимается научной деятельностью. В числе достижений молодого ученого успешные медицинские проекты. Республиканский конкурс «100 идей для Беларуси» достойно оценил инициативы Андрея. В этом году был представлен проект по разработке программного обеспечения для лечения хронических болевых синдромов при болях в спине. Проект был представлен на конкурсе «100 идей для Беларуси». Был представлен на городском, областном и вышел на республиканский этап. Суть проекта заключается в создании программного обеспечения, в котором при использовании всех мировых шкал рекомендаций будет улучшена диагностика пациента с болевым синдромом и даны индивидуальные рекомендации для каждого пациента. Жизнь у Андрея насыщенная. Как ему удается все успевать – загадка даже для самых близких. Участник республиканского этапа конкурса «Студент года-2014» – многочисленных проектов и акций, делегат 5-го Всебелорусского народного собрания. Все это не просто времяпрепровождение. Это стиль жизни и даже личная позиция. В разговоре подчеркивает – без поддержки государства достичь желанных целей было бы куда сложнее. Обучаясь в аспиранторе, всегда важна поддержка государства, потому что для науки всегда нужно финансирование. Всегда есть инновационные фонды, которые выдают гранты. Всегда при активной работе государство поддерживает какими-то премиями, стипендиями. Есть спецфонд президента. Обучаюсь в университете, у меня было три премии спецфонда президента. Это была хорошая поддержка в плане денежного и в плане морального стимула, что ты делаешь то, что интересно людям, то, что государству необходимо. Свежие конструктивные идеи – то самое топливо, благодаря которому общество стремительно идет вперед. Вдохновить молодежь на креатив и постоянное развитие – важнейшая задача Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Союз молодежи очень активно поддерживает проекты, идеи, инициативы, которые рождаются в молодежной среде. И хочется сказать, что в первую очередь востребованы те, которые решают конкретные проблемы на местах. Это и благоустройство территорий, это и создание мест для отдыха и организации досуга молодежи, это и трудоустройство ребят свободное от учебы времени и многие-многие другие. Так на нашем счету только в ходе проекта «100 идей», который у нас уже не первый год реализуется, порядка десяти реализованных проектов у нас на территории Гомельской области. И три проекта за историю «100 идей» стали победителями уже в финале этого проекта. В Союзе молодежи подчеркивают, поддержат любую конструктивную инициативу, независимо от сферы ее применения. На стадии разработки сейчас и идея секретаря первички БРСМ университета имени Франциска Скорины Алине Бородулиной 21. Будущий психолог решила создать проект по объединению бойцов студотрядов. Я планирую в университете Скорины создать проект, что касается сближения студенческих отрядов. Этого очень сильно не хватает в Гомеле. И как раз таки я заканчиваю психологический факультет, что позволит мне это воплотить. Я могу создавать мастер-классы для студентов, буду их приглашать. Я буду в качестве эксперта, либо мои лидеры. Опыт работы с молодежью показывает. Ребята искренне хотят быть полезными. БРСМ ценит их рвение. Союз молодежи поощряет и заботится о каждом, кто желает проявить себя. Радует то, что все-таки молодежь сохранила ту тенденцию активности. И при этом ставится, наверное, во главу всего, какой же вклад я могу внести. Конечно же, мы стараемся поощрять эти инициативы. Это в первую очередь продвижение их как на областном, так и на республиканском уровне. Ну и, конечно же, всех наших ребят, будем говорить так, они у нас все в своего рода такой базе талантливой молодежи. Мы их помним, видим, знаем. Представители поколения Next разное. У всех свои увлечения, взгляды, планы на жизнь. Но одно обстоятельство уж точно объединяет молодежь. При желании и напористости каждый из них может добиться практически любой поставленной цели. Герои нашего сюжета тому подтверждение. Николай Скинтиян, Валерий Гопанько. Новости недели. Все больше на родине. Пандемия подтолкнула жителей региона увеличить время познавательного отдыха, не выезжая за пределы страны. В этом году фиксируют повышенный интерес к себе и заказники региона. К слову, так называемый «зеленый туризм» – вполне популярная сфера во всем мире. Плюсы налицо, новые объекты и вау-эмоции, не выезжая далеко от дома, возможности социального десантирования и отличное времяпрепровождение. Что посмотреть на Гомельщине и чем живут сегодня заказники региона – в материале моих коллег. Республиканский биологический заказник Днепросожский находится на территории Лоевского района. Как следует из названия, он расположился в междуречке двух достаточно больших рек. Директор Владимир Держинский знает, кажется, каждый из 15 тысяч гектаров заказника, где можно увидеть диких животных, а где редкие растения или не менее редких бабочек. Правда, количество краснокнижниц здесь постоянно увеличивается. Недавно приезжали ученые Национальной академии наук, которые выделили еще два вида ранее неизвестных здесь представительниц фауны. Найден один вид бабочки, которая в Красной книге. Это медведица-хозяйка. И один вид, который вообще не занесен в нашу Красную книгу, то есть он не регистрировался на территории Белоруссии. Он тоже найден. Этому надо еще дать подтверждение. Но так как это говорит очень уважаемый, очень такой человек, который знает, я абсолютно этому верю. В этом году ученые Национальной академии наук в Днепросожский заповедник приехали во второй, но явно не в последний раз. Программа очень насыщенная. Необходимо найти редкие, а если повезет, то и новые виды флоры и фауны. Другое дело, что в разряд новых иной раз могут попасть виды, исчезнувшие по вине человека. В заказниках эта проблема не такая острая, однако на других территориях существует. Допустим, выжигание дубов пасечниками для борьбы с шершнями. То есть такой вот метод не приветствуется, потому что если мы возьмем большой дуб, у него есть сухобочина, там вводится около 10 или 15 вот этих краснокнижных видов. И когда гнездо шершня выжигается вместе с этим дубом, все эти виды, естественно, исчезают. Создание новых популяций, тех же жуков, которые когда-то были достаточно широко распространены в Беларуси, одна из главных задач научных экспедиций. Во время работы в Днепросорском в природную среду выпускаются большие дубовые усачи. Сегодня на территории страны известны всего три его более-менее значительные популяции. Это первая попытка создания новой популяции большого дубового усача, глобально угрожаемого вида. Попытка создать новую популяцию на территории Беларуси, потому что основная концентрация этого вида в центральном полесье, вдоль Припяти, в заливных дубравах. Вид очень стонотопный, оседлый, он не может разлетаться и самостоятельно создавать новые какие-то поселения. Большими преградами являются те же крупные реки, да, возможно, и мелкие реки. Поэтому вид очень локален. Экологическое просвещение населения и организация полноценного отдыха. Сегодня эти направления в работе заказников Гомельской области тоже среди приоритетов. Статус особо охраняемых территорий совсем не значит, что попасть сюда невозможно. В заказнике «Смычок», например, для туристов даже разработали пешую и водную экологические тропы. Это действительно не только красиво, но и познавательно. Существующий природоохранный режим вообще поспособствовал не только сохранению, но и расширению экологического разнообразия. На территории заказника 456 видов растений, 21 вид животных. Можно увидеть лося, косулю, бобра. Даже рысь у нас водится. Пожалуй, наиболее большая в этом заказнике популяция бакланов – до 3000 птиц. Увидеть их можно на одном из озер. Правда, такое количество создает и свои проблемы. И рыбы уничтожается много, и дубы, на которых эти птицы гнездятся, усыхают. Об этом туристам тоже обязательно расскажут. Их в смычке ждут всегда. Даже передвижной дом для этих целей приобрели. Кроме того, в начале сезона привели в порядок туристические тропы. Экологи надеются, белорусы оценят преимущество отдыха на малой родине. Особенно во время, когда попасть на зарубежные курорты не всегда возможно. Здесь сделано все, в том числе с участием и Гомельского областного комитета природных ресурсов, и областного бюджета. Вложено немалое средство для развития экологического туризма. Функционирует и экотуристическая база, есть мобильный домик для отдыха прямо на природе, прямо на территории заказника. И любой желающий за приемлемую цену может здесь отдохнуть. Это, считаю, особенно актуально в условиях пандемии, когда отдых за рубежом практически для белорусов сейчас невозможен. Олег Сюнтюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о награждении известных деятелей различных сфер. Среди них гомельчанка, директор картинной галереи Гаврила Ващенко, Людмила Шимбалева, которая удостоилась медали Франциска Скорины за значительный личный вклад в развитие культурного наследия белорусского народа. О человеке, преданном любимому делу и отрасли. Материал Анны Корольчук. Жизнь Людмилы Шимбалевой была связана с искусством задолго до работы в галерее. С детства она занималась в Театре юного зрителя Дворца культуры железнодорожников. Участвовала в конкурсах чтецов, писала сценарии. Там же познакомилась с народным артистом ВССР Александром Рыбальченко, который оказал на ее развитие большое влияние. После Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Людмила продолжила работу в ДК железнодорожников. После в профсоюзах занималась бизнесом, однако всегда продолжала принимать активное участие в культурной и общественной жизни Гомеля. В отрасли культуры вообще я работаю уже где-то 23 года. А с микрофоном я все время 40 лет. Как говорится, бессменный ведущий митингов. Когда-то вы еще были юными. Я тоже в такое время, как вы, была юной, но тогда я уже начинала вести все демонстрации, которые проходили в нашем городе Гомеле. Конкурсы «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», защита распредложений, деловые игры. Мы в неделю проводили более 20 мероприятий, учитывая, что всего 7 дней в неделю. То есть было по 3, по 4 мероприятия в день. И знаете, работали мы не за деньги, мы работали и за то дело, которым дорожили, которое любили. В 2006 году она пришла работать в картинную галерею Гавриила Ващенко в качестве старшего хранителя фондов. Уже через год благодаря профессионализму возглавила учреждение. Вспоминает, первое, что сделала, убрала выходные дни из графика работы учреждения. Она убеждена, искусство должно быть доступным всегда и для всех. Именно поэтому здесь появились такие проекты, как музыкальный пикник для семей, уютный вечер с чаепитием и лекциям об искусстве, народная выставка для любителей и профессионалов «Я художник, я так вижу». На протяжении последних трех лет это выставочное пространство в самом центре Гомеля признают лучшим учреждением культуры города. За год в галерее проходит более 40 мероприятий и выставок, которые посещают около 50 тысяч человек. И речь не только об экспозициях известных художников. Здесь дают шанс начинающим и поддерживают молодежь. Посмотрите, заканчивают ребята, например, колледж, художественный колледж, колледж народных промыслов. И хотелось бы сегодня посмотреть их дипломные работы. И надо сказать, что каждый год, 1 сентября, мы начинаем первый учебный день молодежи выставкой дипломников. И в этом году будет обязательно это тоже. Затем, например, нам очень хочется увидеть молодые таланты. Мы проводили конкурс про движение. Это проводили совместно с областным исполнительным комитетом и при поддержке областного исполнительного комитета. То есть хотелось и здесь увидеть таланты молодых людей. То есть сегодня молодым людям возможность выставляться есть. Главное их желание. Преданность сфере привели Людмилу Михайловну к медали Франциска Скорины. Кстати, это не первая значимая награда директора галереи. В 2017 году она стала Женщиной года Беларуси в номинации Духовности и культура. К слову, общественная работа всегда была важной частью жизни для Людмилы Михайловны. Сейчас она возглавляет Центральную районную организацию Гомеля Белорусского Союза Женщин. Мы провели акции неделя женского здоровья на наших предприятиях, где мы приходили со специалистами по разным направлениям и помогали женщине определить ту или иную проблему с ее здоровьем. Потому что, согласитесь, рабочий человек, который работает на предприятии, вот, например, на 8 марта, у нее смена, она работает смену в две смены, ей некогда пойти даже записаться. А может, даже, знаете, просто и подумать себе некогда. И как бы это не было грустно осознавать, но после этой акции было обнаружено у женщин 60 меланом. То есть, это заставило обратить внимание женщин на свое здоровье. Людмила Шамбалева не просто человек на своем месте, а лидер и сильная женщина. Она убеждена, опыт закаляет характер, всегда готова к новому. Возможно, это и есть ее ключ к успеху. Анна Корольчук, Игорь Морищенко, Новости недели. Вы смотрели Новости региона на телеканале Беларусь4 Гомель. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова